Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как понять, есть ли потенциал в отношениях или имеет смысл их прекратить? На что обратить в первую очередь свое внимание? Вопрос достаточно короткий, лаконичный и, как следствие, ответ на него может быть достаточно широкий. Ну, в зависимости от, конечно, позиции, с которой мы смотрим на отношения, в зависимости от точки зрения, в зависимости от ценностей, которых мы придерживаемся, например. Вот, и поэтому, соответственно, на мой взгляд, как бы здесь, ну, вот что реально можно сделать, да, это просто вот дать какую-то вот такую общую какую-то картинку, да, которая могла бы помочь соориентироваться. Я бы сказал, что ориентироваться, в первую очередь, нужно на себя, потому что только, пожалуй, непосредственный субъект отношений может, ну, вот, в той или иной степени, да. Определять для себя, нужны ли ему отношения или нет, вот. Соответственно, 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 основные моменты, которые я бы хотел выделить, их два, два основных момента. Первый момент, это то, что я сам хочу для своего партнера, это первый аспект, то, что я вообще хочу для своего партнера. Если я, ну, как бы, ничего не хочу, например, для своего партнера, то естественным, логичным, на мой взгляд, образом, как бы возникает вопрос, да, зачем тогда, как бы, ну, я в отношениях, если я ничего не хочу для своего партнера. Это первый аспект, на который хочется обратить внимание. И второе, это, собственно, то общее, что между вами есть, или то общее, что между вами может быть, ну, вот, гипотетически так скажем, что это общее. Ценности, общие взгляды, общая деятельность, которой вы занимаетесь, и общие интересы, может быть, тоже имеют значение. Поэтому, тут, вот, я бы, на эти вещи обратил бы внимание. Отсюда и вытекает объем и устойчивость потенциала, потому что конфликты могут быть у всех людей разногласия. Разногласия могут быть у всех людей это скорее нормально, нежели чем ненормально, то есть это скорее адекватно. Но если нет вот этих факторов, если нет вот этих, ну, так скажем, моделей, моделей, если нет этих элементов в структуре отношений, или если люди по той или иной причине не честны, вот, ну, как-то к себе в этом аспекте, например, да, вот, что, соответственно, могут быть трудности, могут быть конфликты здесь. И, на мой взгляд, на это в первую очередь имеет смысл обратить ваше внимание. А цели, которые люди преследуют в отношениях, играют большую роль. Что это значит? Это значит, что если так получилось, если так вот, ну, сложилось, если так случилось, что в отношениях люди находятся для какой-то цели, вот, что является, конечно, не лучшим, ну, не лучшим мотивом для отношений, да, не лучшим двигателем отношений. Но, тем не менее, если, если такое произошло, если есть, вот, собственно говоря, какие-то цели у людей в отношениях, то лучше бы им этим целям совпадать, то есть, чтобы каждый партнер был осведомлен о целях другого. И если, вот, ну, произойдет такая ситуация, что, допустим, допустим, цели поменяются, да, ну, если вот так, если так случится, если так сложится, что цели как-то станут другими, да, вот. Это, конечно, неприятно, когда такое происходит, но, тем не менее, если это случится, если это произойдет, вот, то, чтобы люди могли для себя как-то адекватно на это отреагировать, вот. Чтобы люди могли, ну, как-то сориентироваться, да, чтобы люди могли как-то договориться, перегруппироваться, может быть, вот. Такой момент тоже, в принципе, имеет место быть. Очень часто такой аспект имеет место быть. Вот. И, в общем и целом, с этого как бы и начнется, вот, я бы сказал, какое-то движение. То есть, если в отношениях у нас есть цели, а если эти цели у нас вот как-то присутствуют, вот, то неплохо было бы эти цели как-то прояснить, да? Это для всех сторон. Вот, ну, вот. Ну, для всех сторон. То есть, для всех партнеров. Вот. Таким образом, основных аспектов, основные аспекты, можно выделить вот несколько. Это то, что я хочу сделать для человека. То, что я хочу делать для, ну, вот, своего, для своего партнера, например. Это то, значит, как я себя с ним чувствую, вот. То есть, ну, вот, грубо говоря, мои ощущения с ним, с партнером. Вот. Это общие ценности. То есть, вот, совпадают ли у нас с ценностью, с, ну, допустим, с партнером или нет. Вот. Это такой аспект. И это аспект целей. То есть, какие у нас цели в отношениях. Потому что, если цели в отношениях, разные, да, вот, и они, ну, они, например, допустим, никак не пересекаются с целью, например, то, ну, как бы, неминуемо будут конфликты, неминуемо будут проблемы, неминуемо, неминуемо будут какие-то трудности. Вот. А решить эти трудности, мягко говоря, будет очень сложно, потому что, ну, как бы, каждый будет стоять на своем в данном случае. Вот. Я бы не сказал, что это прям что-то плохое, что каждый стоит на своем, потому что там, ну, отстаивать себя, да, свои личные границы, свои ценности, как мне кажется, ну, нужно и важно. Вот. Но, тем не менее. Дальше. Когда отношения имеет смысл прекращать? Ну, соответственно, когда все, все или большая часть того, что я назвал, тех элементов, которые я назвал, не актуальны. То есть, если нет общих целей, если вам ничего не хочется именно для человека, то есть, вот, это важно учитывать, потому что многие люди, ну, вот, к сожалению, многие люди себя в этом смысле обманывают. Они говорят, что мне хочется делать что-то для, там, допустим, ну, для партнера, допустим, мне хочется, говорят. А по факту, когда начинаешь эту ситуацию прояснить, ну, выясняется, что, в общем-то, не столько для партнера, сколько для себя, как бы, вот, хочется, там, чего-то. Вот. И здесь важно не то, что для себя хочется, то есть, хотеть для себя можно и нужно. Это, ну, это нормально, абсолютно, что чего-то хочется для себя. Важнее здесь другое, важнее здесь то, что для себя хочется не просто, а именно, вот, как бы, через, ну, через другого человека. Вот. В этом заключается трудность, что мои желания, да, мои дотребности, ну, как бы, становятся зависимы, как бы, от другого человека. Если другой человек их не удовлетворит, то, соответственно, я оказываюсь в состоянии фрустрации, в состоянии какой-то, ну, болезненности, да, вот, и так далее. То есть, в этом, в этом есть проблема, в этом может быть проблема. Вот. Соответственно, вот, в первую очередь хотелось бы, пожалуй, обратить внимание именно на вот эти аспекты, потому что они, ну, достаточно важны, как мне, как мне кажется. Вот. По крайней мере, ну, вот, с моей позиции, да, с точки зрения моей позиции, это, ну, достаточно важно. Вот. Если изменились цели в отношениях и у одного человека цели стали принципиально иными, нежели чем, ну, например, нежели чем они были, то есть, ну, вот, как бы, ну, поменялись жизненные, скажем так, приоритеты человека, да, вот, изменились его жизненные приоритеты, изменились его направленно, то есть, если раньше, например, ну, допустим, там, не знаю, партнер не хотел, скажем так, детей, вот, то теперь внезапно или там, ну, в результате, не знаю, какого-то опыта, да, он детей захотел. Вот. Это же нормально, и если партнер, как бы, детей по-прежнему не хочет, то, как бы, это может быть, ну, поводом для прекращения отношений. Вот. Потому что, ну, если, если будет элемент заставления, да, то есть, если я буду заставлять своего партнера, завести детей, то, как бы, ну, вот, что в итоге, как бы, ну, получится, что в итоге будет, как бы, это, ну, вот, такой аспект, не очень хороший, честно говоря. Вот. Ну, и, наконец, значит, наконец, ценности, наконец, ценности. Можно, вот, в качестве фактора окончания отношений рассматривать смену, смену ценностей у человека. Вот. Если у человека ценности изменились, если он раньше, ну, к примеру, вот, как-то гипотетически, да, если раньше человек был одних, ну, одни у него были ценности, например, вот, а потом вот так получилось, да, что у человека ценности стали другие, то, соответственно, ну, вполне может так случиться, что вот, другой партнер окажется не способен вот эти новые ценности принять. Да, то есть, например, если раньше человек был, к примеру, ну, допустим, мясоедом, да, вот, если раньше человек был мясоедом, а потом, собственно, вот так вышло, что он стал вегетарианцем, то, соответственно, для кого-то это может быть, ну, достаточно фатальным, вот, в плане, вот именно отношения к этому, вот, и в этом нет ничего абсолютно удивительного, это нормальная история, вот, если такое вот происходит, вот, просто это нужно заметить, нужно это обязательно отреагировать, вот, и собственно, как-то вот, ну, двигаться дальше, да, то есть, что-то решать, вот, и последний момент, вот последний момент, который может быть хорошим таким, скажем так, аргументом в пользу того, чтобы закончить отношения, это элемент завершения партнером действия, которое для меня неприемлемо, вот, ну, самый легкий способ, вот, то, что можно привести в качестве примера, и то, что, в общем-то, наверное, будет понятно каждому, да, это история про насилие, допустим, там, человек поднял руку, там, ударил, или изменил, и так далее, но, важно понимать, важно понимать, эти действия как, ну, как следствие, как результат какой-то проблемы, например, и, соответственно, ну, решая эту проблему, мы, в общем-то, убираем этот элемент из, из картины отношений, и, как бы, все, проблема в этом смысле себя исчерпывает, а, нужно отличать это от системного, от систематического, как бы, совершения определенных действий, вот, в этом случае, в этом случае, можно говорить, конечно, о, ну, прекращении отношений, потому, честно, например, партнер что-то делает системно, он в этом уверен, а для другого человека неприемлемо, и, соответственно, как бы, здесь, совершенно очевидно, что нужно отношения, наверное, завершать. Считается, считается, что, в любом случае, завершать нужно любые, любые невротические отношения, когда я в отношениях с тобой пытаюсь решить какую-то, вот, свою проблему, да, вот, ну, так, 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 так считается, вот, об этом говорят многие специалисты, и, в общем-то, я не вижу оснований в данном случае, я не вижу оснований в данном случае не соглашаться с этим, потому что, мне кажется, это более чем адекватная такая позиция, которая стоит на страже, скажем так, ну, вот, психологического здоровья человека, вот, поэтому, я не думаю, что это неправильно, да, человека в какой-то степени из невроза вывести, да, можно в какой-то степени помочь человеку решить свою проблему, тогда он может быть, сможет, ну, как бы, устраивать отношения плюс-минус здоровые, да, может быть, вот, но по умолчанию, так скажем, по умолчанию, все же это вот работает, ну, вот, так, то есть, то есть, вот, по умолчанию это работает таким образом, то есть, если отношения невротические, то есть, если, там, допустим, партнер ведет себя в отношениях, как, например, маленький, да, то есть, ну, маленький, в смысле, ну, в смысле, регрессирует, вот, до детского состояния, вот, и, соответственно, в отношениях не ведет себя как взрослый, вот, то в этом случае, в случае, конечно, отношения имеет смысл завершить. Почему? Потому что дело здесь в том, когда такой человек из своего невротического состояния выводится, да, когда он выходит из своего вот этого состояния, достаточно, может быть, болезненного или неприятного, часто выясняется такая история, что не так-то ему и вообще, как бы, партнер и нужен, конкретно этот. Или выясняется, например, что ему нужен совсем другой партнер, а с этим партнером он был вот только по, только потому, что, ну, как бы, вот у него была такая девиация, скажем так, да, вот. Это очень неприятно, но как бы реальность, она такова и как бы отрицать ее, ну, на мой взгляд, было бы несколько ошибочно. Вот. Вот, наверное, такой ответ мне бы хотелось сейчас вам предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моих, значит, ценностей, вот, которые у меня есть с точки зрения опыта, который я, например, набрал, получил за время, скажем так, своей практики, вот, и с радостью вам, с радостью с вами этим поделюсь. Понятно, что и причин оставаться в отношениях, и причин расставаться может быть больше. В каждом конкретном случае ситуация, я бы сказал, больше уникальна, чем, ну, чем какая-то типична, да, потому что мы рассматриваем каждую ситуацию в таком формате, что это какая-то атипична, я бы сказал, история, именно что атипична история. И в этом контексте очень важно, как мне кажется, в этой позиции удерживаться, то есть, вот, ну, по возможности из нее не выходить, потому что допустив, что ситуация атипична, можно, в общем-то, не увидеть каких-то важных деталей, каких-то важных моментов, вот, и в итоге, ну, скорее навредить человеку, да, навредить, клиенту мнение, чем ему помочь. Вот. Наша же цель является прояснить ситуацию. Вот. Как-то так. А теперь то, что касается того, почему вообще к этому вопросу пришли. Ну, то есть, вот, в принципе, мне кажется, что человек приходит к такому вопросу в нескольких случаях. Это случай, когда когда человека не интересует собственно сам партнер, а когда его больше интересует статус отношений, вот. И, соответственно, фокус внимания в этом случае смещается не на личность того, с кем я нахожусь в отношениях, а на то, что мне могут дать эти отношения. Вот. и в этом случае начинаются какие-то тревоги, какие-то претензии, какие-то обиды, какие-то фрустрационные моменты, да, то есть, вот, я чего-то недополучаю, я что-то не могу реализовать и так далее. То есть, это вот история про требования статуса. Вот. Поэтому, скорее всего, в вашем случае произошло смещение цели с личности вашего партнера на, собственно, сами отношения как образ отношений, потому что у любого человека есть еще и образ отношений. Это то, как я вижу свои отношения. Вот. то, как они мне видятся и то, каким я хочу, чтобы они были. При этом к реальному миру это, ну, имеет самое-самое посредственное отношение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. и желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!